Редис и редька С летними, осенними и зимними сортами Маленькая редиска в основном белая, розовая или красная Существуют также разновидности желтого, серого, фиолетового или черного цвета С более или менее удлиненными корнеплодами Большая редька имеет белую, розовую, фиолетовую или черную окраску С круглыми или продолговатыми корнеплодами разной длины Опыление Цветки редьки оба и полые То есть имеют мужские и женские органы Но большинство сортов автостерильны Пыльца одного растения может обладотворить только другое растение Для хорошего опыления их надо растить группами Следовательно, это алогамное растение И именно насекомые будут являться посредниками опыления Цветки редьки белого или фиолетового цвета Они производят нектар и поэтому привлекают много пчел Возможность скрещивания всех сортов редьки В том числе двух подвидов Рафунус сативус сативус И крупной редьки Рафанус сативус нигер Чтобы сохранить чистоту сорта Рекомендуется отделить две разновидности друг от друга Расстоянием в один километр Эту дистанцию можно сократить до 500 метров При наличии между ними такого натурального барьера, как изгородь Для выращивания двух сортов рядом В одном огороде практикуют сортовую изоляцию С помощью противомоскитных сеток Которые открывают по очередности Либо же с помощью ульев с насекомыми Под фиксированными москитными сетками О техниках изоляции смотрите в разделе Основы семеноводства Цикл развития редьки редиса Маленькая редиска – однолетнее растение Если вы посеете рано, в марте или апреле Это позволит вам собрать спелые семена к концу лета Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы выбрать 15-20 семенных растений Выкопайте 50-100 редисок Чтобы хорошо их осмотреть Выбранные редиски полностью закапывают в землю На расстоянии 25 сантиметров в ряду И 30 сантиметров между рядами Потом их обильно поливают Большая редька – это двулетнее растение Для производства семян ее высевают летом Она должна перезимовать Чтобы зацвести и сформировать семена в следующем году В конце осени большие редьки выкапывают И отбирают наилучшие образцы Производство семян редьки производится Со здоровых саженцев, за которыми наблюдают На протяжении всего вегетационного периода Это позволяет убедиться в наличии всех необходимых характеристик Размер, цвет, крепость и быстроту роста рассады Устойчивость к болезням и преждевременному цветению Нежность мякоти, без отверстий, сладость и остроту Листья срезают, не повреждая корневой шейки И хранят корнеплоды в подвалах, холодных хранилищах Во влажном песке или пластиковых мешках Они зимуют в погребе или прохладном месте Защищенном от мороза В течение зимы тщательно осматривайте корнеплоды И устраняйте те, которые гниют Пересаживайте речку весной В открытую почву на расстоянии 25 см в ряду И 30 см между рядами Затем обильно поливают Приятного аппетита! Семенные растения могут достигать высоты в 2 метра. Поэтому нужно предусмотреть для них подпорки. Семена дозрели, когда стручки становятся бежевого цвета. В основном стебли не дозревают одновременно. Чтобы не терять семена, можно их собирать по мере зрелости стебля. Можно также собрать растения целиком, не дожидаясь полного созревания всех семян. Чтобы закончить процесс созревания, необходимо их досушить в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Извлечение, сортировка и хранение семян Семена редьки готовы к извлечению, когда стручки легко ломаются пальцами. Для извлечения семян можно раздавить стручки скалкой. Вы можете также наполнить мешок и колотить по мягкой поверхности. При больших объемах можно стручки топтать ногами, либо проехаться сверху транспортным средством. Стручки, которые плохо отрываются, имеют, скорее всего, несозревшие семена. Они будут плохо прорастать. При сортировке нужно удалить все отходы, используя крупное сито, которое удержит отходы, а семенам позволит просыпаться. Далее другое сито, которое пропустит мелкие отходы, но не семена. Наконец, необходимо провеять семена или их вентилировать, либо же продувая самостоятельно с помощью ветра, чтобы избавиться от мелкого ссора. Нужно всегда помещать в пакетик этикетку с названием сорта, вида и года производства, потому что иногда надпись на пакетике может стереться. Хранение семян на протяжении нескольких дней в морозильной камере поможет уничтожить паразитов. Семена редьки и редиса способны к прорастанию от 5 до 10 лет. Эту способность можно продлить за счет хранения в морозильной камере. КОНЕЦ КОНЕЦ